Всем привет, сегодня у нас очередной фасткап под номером 6125, играют у нас команда Mossad против Seawolves. Да, ну и что, давай посмотрим, что у них есть по пикам, значит, за команду Mossad имеется у нас Razor, Jakira, Rubik и Brewmaster. В бан у них ушли Doom, Tidehunter, Mag и Bane. Значит, в ответ у нас ушли бан Silencer, Void, Dash Profit, Lucan. В пик у нас Slark, Ogre Mag, Shadow Shaman и Bristleback. Ну и что тут можно сказать-то по пикам? Такой интересный пик, Ogre Mag в ферстпиком зашел, так же Slark в ферстпиком зашел. Такие интересные у нас мувы от команд. Угу, бан фантомочки. Угу, потихоньку догадываются, что она сильная. Тут Viper этот типичного забанили, значит, будет еще один какой-то милишник, либо Brewmaster пойдет мид. Да, ну и давай посмотрим быстренько профилы команд. Значит, команда Mossad имеет 8 побед, 3 поражения. Данная команда является аматором в рамках Starladder. Но и Sea Wolfs, это их дебют. Великолепный дебют команды Sea Wolfs. Начинают они с фасткапа 61.25. Возможно, это будущие звезды киберспорта, но не знаю, посмотрим, как они себя покажут. Это первая их игра. Хотя, может, у них был уже аккаунт какой-нибудь, но это неважно. Ну и что, последние пики, и перейдем мы непосредственно к игре. Пока что вот по пикам. Какой тебе пик более нравится тебе и склонен? Ну не знаю, как-то бы пики, они более-менее равны, потому что и у тех, у тех есть баланс между милишниками и рейнджовиками. Еще Джаггернаут появляется сверху. Но у команды Mossad хороший запак на драку. Они смогут постоянно ходить, реализовать свой ультимейт. У них 4, считай, ультимейта, тупо на замес. Ну, Рубик что-нибудь сворует, какие-нибудь там змейки или игнайт какой-нибудь будет кидать, там, без разницы. Любые скиллы ворует, и все у него, в общем-то, хорошо получается. Так, ну и что, у нас последний пик. Должны сейчас добрать какого-нибудь хардлайнера, на мой взгляд. То есть, разор у нас отправится в мид, бремастер. Скорее всего, будет фармящий, но им нужно добрать хардлайнера. Кто тут может зайти, в принципе, против Сларка, Агра и Шадо Шамана? Ну, нужно такого брать, который реально сейвовый. Батрайдер, например. Решили взять друида. Это тоже интересный выбор. Мы вообще его не видели миллион лет. И я не помню, когда вы последний раз пикали на наших стримах. Ну, а тут он появляется. Значит, точно я тебе могу сказать, что мы его не видели с момента, как был патч Global Update. А так я не помню вообще, вот когда мы его видели. Да, когда-то очень-очень давно, может быть. Но так я лично не помню. Что, смотрим. То, куда идёт. Рубик себе закупил сразу же смоки. Может быть, какой-то выход будет в пятером, втроём. И, с другой стороны, Шадо Шаман. Тоже, тоже купил себе смок. Тут будет выход, но поздний. Да, то есть, ребята, вроде бы купили смок. Вроде хотят выйти, но такой запоздалый выход. У нас пауза ставится. Первая минута. Что-то. Ну, одну секунду, просит кого-то там лаги, да? Всё, в принципе, как обычно, ничего такого супернового нет. У кого-то лаги, кто-то там вылетел. И всегда у нас происходит пауза. Наша стандартненькая. Так, ну и пока что у нас такая великолепная пауза. Есть возможность прорекламировать паблик ВКонтакте. Не забывайте подписываться на паблик ВКонтакте. Значит, сейчас у нас проходит великолепный розыгрыш сета на пака. Именно на пака, потому что Егор обожает этого героя. Ну и также можете подписаться на канал на Твиче. Мы будем очень рады. И будем рады буквально каждому подписчику. Так, ну и что, у нас переподключается Джокера. Должны начать играть. И пока что по пикам мне нравится более команда Моссет. То есть у них есть Лондруид, который реально убивает. Ну и мне интересно, кстати, вот куда он отправится у нас. Да, наверное, отправится, похоже, в лёгкую линию. А в харде будет какая-то трипл лейн. То есть будет один на один противостояние Бристалл Бека и Друида. Такое интересное противостояние, которое мы видим не каждый день. Поэтому будем следить внимательно за этой линией. Ну, или всё-таки он хотя бы в даблой пойдёт. Нет, ХД пошёл уже просто пошёл вард ставить вместе с Рубиком на пару часов. Подойдут друг к другу, а тут вниз пошла трипла. Плюс ещё Джиггернаут тут бегает. Или Сларк, наверное, мид даже пойдёт тут. Без разницы, в принципе. Что один, что другого. Они оба против Брюмастера будут огребать. Да, ну и что, у нас вот два саппорта так агрессивно по-настоящему выходят. Могут их двоих спокойно принять, если бы команда пошла на Эншентов за сторону Рейдент. Поставили вард и как бы всё спокойно. Ничего никто не заметил. Кстати, вот такой интересный вард. Видимо, у нас в лёгкой будет тут один стоянин. Джиггернаут или что это вообще? Вот зачем вот этот вард был поставлен на боте? Я не понял. Наверное, они ждут триплейн противника, поэтому они сразу поставили вард, чтобы они могли как-то саппорта обойти. Ну или боятся какого-то ганка Смида. Как мне, что смотри, сейчас будет байт на дабл дэмэдж. Джекера видит эту руну. Но не подходит к ней, потому что причувствует что-то. Вот Огар. Да, сейчас заберёт ДД. И прогоняет Рубик тут всех просто в соло. Учитывая, что тут три человека. Сейчас Рубика тут могут зацепить. Ушёл у него фаербласт и это ферстблат, скорее всего. Хотя он откинул сларка отсюда и пока ещё кулдаун. Фаербласт пойдёт и отдастся Рошану. Хорошая идея, чтобы не отдать фабуру. Астана Град. Да. Отлично. Чтобы Шадоу Шаман свой успел кинуть из Азаршоки. Ну и всё великолепно. Значит, забирает у нас Шадоу Шаман первый фраг свой. Правда, прокачал на первом левеле молнии. И поэтому у него есть тапочек. Но неправильный скилл такой неприятный на первом уровне. Ну и что у нас по лейнапу? Значит, видим на боте у нас агрессивная трипла от команды Моссет в виде Розора, Джекира и Рубика, который сейчас прибежит. На боте у нас великолепное противостояние Брюмастера против Сларка. Ну и на топе у нас противостояние Бристалбека и Лундруида. Лундруид здесь будет номинировать стопроцентно. То есть вот у него уже Крепсат 4 на 3. В то время как у Бреста ещё ничего нету. Ну и смотрим, что у нас тут. Кстати, вот смотри, поставили вард. Команда Моссет и сын-дряк просто не достал этот вард. Да, вот тут прыгнули. Поймали чуть Брюмастера. Опять-таки эзершоки. До сих пор же уж он ещё первый левел. Поэтому только эзершоками может похвастаться и... Похоже, сейчас отпустят тут Брюмастера. Хотя Огур, конечно, жёсткий, но не настолько, что бежать под Т2 Тауэр на первой минуте. Поэтому отходят. Да, нужно было второй левел получать. Что-то у Шаману и Йогру. Чтобы идти ганкать. А так они просто прогнали. Ну, без разницы, в принципе. Что с Ларкой. В принципе, Брюм тоже получил по лицу. Всё так взаимно. Ну да, тут потихоньку доминирует Друид. Потому что Бристалл Бэк слабоват против этого пацана. Да, но я думаю, тут был бы не грех сделать сваплайнами. То есть, вот, стопом поменять. Да, отправить сюда Триплу и пусть они уже там с Лондруидом разбираются. Он как-то сам запулит себе и будет жить своей жизнью. А Бристалл Бэк получит себе немного фриспейса. Да, но вот Джаггернаут оставили в Соло вот против такой Триплы, в которых довольно-таки много дизейблов у Рубика, у Джакера, и ещё плюс Розор может высасывать урон. То есть, Джаггернаут здесь не боец против такой Триплы. Да, вот сейчас его начинает уже отсасывать потихоньку урон. Уже 70 урона насосал Розор. И тот, в принципе, довольно остался и будет ставить фармитивка. В принципе, проблем с этим вообще сейчас не будет. С таким дамагом-то. Но Джаггернаут будет и вкапать башню, потому что у него минус 10 дамаги, в общем, получается. Да, вот видим, у нас выход под самоками от саппортов команды Тим Вульфс. Ну и что, у нас сейчас выйдут на Лондруидом, он дурит четвёртый уровень. Да, сейчас нужен фаер-бласт. Хотя тут Тогур пока до сих пор первый левел, но тут Бристалл Бэк заплюёт своими соплями. Хотя Друид тут Монсид. И что Душаман добивает второй фраг, то и его постеленный фраг, можно сказать. Ну, это неплохо, в принципе, но... Можно было и лучше отдать Бристалл Бэку, и тогда по нему быстрее был бы, там, Вангвард, Кримсон Гвард и что-то в этом роде. Ну, а что у нас на миде? Сларк подбросил, что тоже уровень имеет. А, Бримастер, кстати, перекрипывает его в два раза. 14 на 4, а у Сларка 7 на 2. То есть ощутимо так перекрипывает. Ну, четвёртая минута, судить пока что что-то рано. Ну и смотрим. А вот Джиггернаут реально огребает на боте. 5 на 1 у него, четвёртая минута, крип в минуту. Ну и без саппортов ему здесь очень-очень тяжко. Это прямо... Ну, нужно, чтобы кто-то сюда пришёл, потому что саппорты ходят, может, роумят, может быть, овнят, но... Не получают себе почти никакого фарма их основной кэри. Придос Бристалл Бэк сейчас тут сдохнет. И Друид тут подстрянет, скорее всего, потому что пришёл Сларк. Сларка ДД? Да, Шадоу Шаман подстрял, даблкил от Друида уже. Сейчас он может подцепить Сларка, она же мает свой шейп-шифт. И нужно что-то сделать. Да, вот тут Рубик пришёл. Ещё корни. Сейчас будет триплкил от Друида. Триплкил. Можно делать Теремпейдж. Смотри, сейчас 4 килла будет просто. Да, сейчас 4 килла будет у Друида, да. Хотя тут корни не прокают. Да, сейчас уже... Сейчас уже не сработал аккаунт от Бульдога, когда у тебя второй скилл активный. Поэтому убегает отсюда просто Лондруид. Да, ну и что мы только что увидели? Мы увидели типичный Ганг, когда Лондруид просто... Пришли на Лондруида. Лондруид отбегает, а его медвежонок продолжает грызть. И как бы триплкилл это неспроста. То есть, ребята втроём зашли на одного Лондруида. Пришёл на подсейф у нас Рубик. И в итоге Ганг просто провалился с треском. Что-то в этом роде. Ну, кстати, активные такие саппорты у Тимбульфс. Не знаю, кстати, зачем себе Bristol Back-Maxed первый скилл. Лучше бы качал второй, третий. Было бы явно пополезнее. Потому что его часто бьёт друид. А как-то абсорбить дамаг не было бы лишним. Да, но он предпочёл качать свои сопли. Которые ему не сдались. Ну реально не сдались. Они ему не нужны. Просто стоишь себе нормально без этих соплей. И всё у тебя хорошо. Да, ну и что, 6 минута, счёт 2-3 такие пассивные матчи. Хотя вот саппорт реально активный. И вот забирают вот этого джиггернаута, о чём мы говорили. Что одного его оставлять нельзя. Вот сейчас он доигрался. И как бы получил по лицу своему. Которая горела уже минут 5. Ну смотри, Рубик просто в руках стоит. Огр подошёл, дал тычку, отошёл. Что-то непонятное такое. Ну а Bristol Back имеет 6 уровень. Есть у него ПТшечка. Неплохо, в принципе, у них. Огр делает отличный пул, когда пушится линия. Вот это ему нравится вообще. Ну тут пара крипов подошла. Это удача. Так что можно сказать, что в принципе он ещё что-то адекватное сделал. Да, ну и пока что мы видим то, что команда Массет активно аутфармит всю команду Тим Вульфс. То есть у них топ-3 крипстата. Это вот Разор, Лондруид и Брюмастер. А следом идёт Сларк, который проигрывает буквально в 2 раза. То есть это ощутимый такой разрыв уже идёт. И происходит то, что Сларк мидер, а у Кэри всего лишь 7 крипов. На 7-ой минуте он продолжает делать свою статистику. Минута в крип, крип в минуту. Ну и что у нас на миде? Может быть замес? Нет. По нетворце мы видим, что уже 4000 ведут команда Массет. Ну и похоже они за счёт личного скилла уже раскатывают. У них побольше всё-таки игр вместе. Как на физеном крайнвере, на Старладере. Поэтому можно из этого уже судить. Да, но как бы опыта у них соответственно побольше у команды Массет. И может быть команда Тим Вульфс немножко послабее будет, что-то 2-4. Ну и что у нас на миде продолжается противостояние. Кстати, вот Сларк теперь начинает буквально огребать. Есть у него ботиночек, есть Пормэншилд, Ау. Бремастер у нас есть Ботл и ботиночек. Скорее всего будет какой-то даггер. Угу, даггер было бы неплохо тут. На боте у нас могут сейчас поймать Жакира. Много даёт. Разор ультует. Ну и как бы надо отходить. Ребят, куда вы дальше идёте? Ультуточек за наут. Хорошо просел Жакира. Минус Шатур Шаман. Проложай отгнать их. Ну и как бы Разор сейчас насосал. 107 урона. Это просто ни о чём идёт. И как бы сейчас придёт Разор и побьёт. Минус 2 это уже и скорее всего минус 3. То есть Укра не уходит. Да, прилетает сюда у нас. Кто? Шатур Шаман обратно. Но Атолку-то от него не будет. И то есть минус 3. Реально, минус 3. Восьмая минута. Счёт 2, 7. И вот этот вот Аут дал своё. Аут фарм. Ну вот эти вот два фрага были в начале, то есть. А потом уже Друид сделал трипл килл. И вот прямо с этого момента началась доминация команды Моссад. И просто они их ходили и овнили всех подряд. Да, значит у нашего Медвежонка есть два ботинка. Один фейз и другие простые. Орбов Веном. И стики. Тысяча голды ещё в запасе имеется. Ну а как бы саппорты опять побежали что-то непонятное творить по карте. Видишь, что Дру Шамана. И... Кого ещё? И Агра. Прошу прощения. Ну что у нас тут? Брюмастер заходит под Инвизом. Будет заходить на Амит. Ну какой-то странный маршрут он выбрал себе. А с Ларкой имеет седьмой уровень. И как бы его поймать-то будет очень трудно. Да, в любом случае он нажмёт ультимейт. Потом прыгнет вперёд. И... Проблема у него тут будет... Ну по минимуму. А если его не подцепят каким-то там телегинезом ещё сверху. Не зайдёт какой-то хороший Аспад. Так что он... Просто и встанет всё время, когда его будет бить Брюмастер. И только так можно его убить. Отпрывается на основу Звейда на топе. Проседает очень сильно, кстати. И скорее всего это килл. Да, не успел он расконтролиться. Нет вардов, кстати. Вот десятая минута. Вардов на топе нет. И буквально его загонгали просто. И почти поставить вард вот на бот. Такие два непонятных варда вот. Ну и это неприятно как минимум. То есть лондрит у нас топ фарм на карте. А ему не ставят варды, потому что он типа хардлайнер. Сларк просто отпрыгивает на биде. Покоцал его Брюмастер. Так солидно. Ну что у нас на боте? На боте у нас происходит всё то же самое. Примерно 10 крипов. Десятая минута. Парень реально всё делает правильно. Крип в минуту. Ну а на миде у нас сейчас будет противостояние. Брюмастер начинает пушить тавр. Угрмак с шадо-шаманом на клифе стоят. Поджидают его. И будет видимо ганг. Такой ганг кстати никудышный можно сказать. То есть у Агра нету маны на второй скилл. То есть у него есть скилл на первый. И всё в принципе. А если Брюмастер стоит близко к Т1 Тауру. То Угр спокойно может поражать два стана. Да, тут ещё хоста в банке. И Брюмастер вообще просто убегает. Даже от тычек вышки. Ему пофиг что там происходит. Так, ну и десятая минута. Давай всё же посмотрим на графики. Видим по графикам. Значит по галде у нас лидирует команда Mosset на 5000. И по опыту буквально 2000. Преимущество имеется. Но это не так уж и мало для десятой этой минуты. Брюмастер у нас видит Агра. Огр проседает четвёртый уровень. А маны-то нет. Вот парень, который бегает без маны. Пржимает ульту Брюмастера. Сейчас может в принципе кого-нибудь ещё наказать. Если кто-нибудь подставится. А тут Джаггернаут на боте подпросел. Нажал там свою крутилочку. Там кривая магра пир ищет. А ну тут Сларка забреют, да? Это минус 3 по всей карте. Да, минус 3 по всей карте. Сларк тут ещё подпроседает. И нужно ему ещё разок прыгнуть, чтобы убить этого наглого Брюмастера. Но Сларка откинули. Тот нажал ультимейт, побежал вперёд. И Брюмастер тут должен сбежать. Хотя, вот Сларк прыгнул. Клап не успел дать. Там маны не было уже. Потому что Сларк наворовал статы. Ну и Сларк тут подпросил чуть-чуть. Огород ведёт крипов и Сларк убежит. Нужно ещё маны нарегенить и прыгнуть. Да, покупает себе на медвежонка масочку. На лайфстил, на вампиризм. То есть, сейчас Мом себе купит на медведей и будет набивать всем лица. Да, вот Мом появляется этот самый. И теперь будет набивать лица медведем. Что сказать. Это довольно приятно. ХП у него достаточно много на такой стадии. 2,700. Как я сказал, много. Поэтому он спокойно идёт и танкует медведем. Всё. Да, ну что, у нас тут пауза такая небольшая, непонятная буквально. Сразу же разжали. Кстати, противоположная команда отжала. Да, ну это прикольно. Видим, у нас такой активный вардинг от команды Муссет на вражеском лесу. То есть, раз вард, два варда, три варда. И такой треугольник у нас образовался. Все подходы, все выходы из леса противников. Ну а у команды Радиан стоит только два варда. Такие дефолтные варды, можно сказать. На рунах стоит речку, подсвечивает. Так, ну и что у нас? Возвращаемся в игру. Двенадцатая минута. Всё, не так уж и плохо. У команды Team Wolves. Там ребята продолжают проседать по крипстату. 28 крипов у топ-крипстата Team Wolves. В то время как у команды Муссет 71, 59 и 41. То есть, тут буквально один Лондруид перефармливает Сларка Бристилбека, прошу прощения, и Джиггернаута вместе взятых. И как бы это неприятно. Ну да, когда один герой перекрепывает всю свою команду, это всегда очень плохо. И можно уже из этого судить. О том, насколько команды хорошо стоят линии, как оказалось, они очень плохо стоят линии. Ну и можно сделать вывод, что как бы все лайны проиграны Team Wolves, к сожалению. И первая игра у нас, вот первая половина игры, идет стопроцентно в пользу команды Муссет. Но это неприятно. На митинге у нас опять три пла такая образовалась в виде Сларка, Агра и Шадоу Шамана. Пытаются задефать, а ребята просто перемещаются на топ. Сейчас под контроль от руны, я думаю. И, кстати, вот продолжают пушить, а будут ли дефать, ребята, то есть, как бы, глиф имеется. Бристелл Бэк стоит, бегает, реально бегает кругами, не знает, что делать, а команда-то не приходит. Приходит Шадоу Шаман четвертый уровень, приходит Огромайк пятый. И как бы толку-то от них не сильно много. Да, Вентил Брюмастер дал свой ультимейт, начал раскастовывать свои скиллы. Там одного кинул камень, второго сейчас поднимет за диспелить должен, наверное. Диспель ты, друг. Да, вот сейчас задиспелил, ну и тут забрел Бристелл Бэка. Еще и корни прокнули, то есть, все превосходно у команды Моссад. Начинают пушить Т-3 Тауэр, а глифа-то нету, и это просто потеря Т-3 Тауэра. И, возможно, даже стороны, то есть, нету Бристелл Бэк. Драться нечем, драться нечем у команды ТСВ. Нужно команде Моссад идти и давить. Там Джиггернаут прыгнет, а то ему ничего не даст. Сларк не имеет артефактов, чтобы убивать хоть как-то противника. Он просто бежит, у него есть телепорс, но он просто бежит. Он подпросел чуть Брюмастер, но тот, в принципе, толстый выживает сейчас. А Сларк тоже, как мы сказали, подпросел, но это, в принципе, не столь роль сыграло. Да, у Сларк у нас моли урона буквально-таки. Ну и тут команда Моссад Леон, в случае, отойдут, потому что Т-2, даже Т-1 на миду стоит, Т-2 на бете стоит, и на другую сторону пока не получится зайти. Но одну, одну они уже себе в копилку забрали. Друид себе фармит какой-то Радианс. Лучше выкупил сейчас Мэл Штром или что-нибудь еще на дабак пошел бы бить Таура. Да, ну и по-настоящему это печально, то есть вот он друид начал пушить, ребята никак не среагировали с Тим Вуэвс, и как бы подтянулись к команде Моссад и просто спушили топ буквально-таки с Т-1 до всего, до бараков. Сларк заденайл. Неплохо заденайл, красиво и отпрыгнул. Не понятно, почему его не зацепили никак вообще. Да, видимо не заметили изначально из-за деревьев, поэтому он так играючи сумел заданайть Тауэр, но ведь теперь уже Т-2 падает, глиф есть, но он обновляется, как всем известно. Ну и тут что? Подтягивается у нас Разор сюда. Да мы посмотрим по закупам, что у нас имеется. Значит, у команды Моссад у Ландроида имеется Владимир, у Бримастера Даггер, у Рубика у нас Арканы, также у Бримастера тоже есть Арканы. У Разора у нас Мека, кстати, такой богатый Разор. Разор в Мека, Фейзы, Барабаны и половина по Аганимам. Значит, у Джекера у нас есть Арканчики, такие ребята на ману собрались. Ну тут поймали Разора, прямо вперёд побежали на этого пацана, но тот тоже не промах, начал сосать урон. Тут пошла Маграфира, побрестул Беку и Сларку. Сларк сейчас убьёт Разора, нет, Разор выживает. Буквально-таки последняя тачка оставалась. И, кстати, Рубик ворует ульту с Ларкой, это тикость. Да, Рубик, она ничего не даёт. Если бы Рубик украл прыжок, то тогда да. Ну и пишут ГГ команда ТСВ, понимают, что эту карту им уже не отжать. И, похоже, мы с вами пока прощаемся. Да, для вас работали и комментировали Z3 и Доггер, значит, выигрывают фасткап команда Мурсет, приходят они в следующий тур, ну и ребята молодцы. Да, ну пока уже какой-то фейк ГГ пока, потому что ещё ничего не произошло. Да, ну и пока что у нас трон не сломался, вот сломался трон. Не забывайте подписываться на канал на Твиче, а также вступайте в группу ВКонтакте. И сейчас у нас проходит розыгрыш сета на пака. Всем спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok